Вашу нынку будем лечить. Независимостью не справилась, будем вашу нынку воспитать. Народ будем спасать. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Всегда в ноябре месяце в Украине вот этот вот запах какого-то Майдана. Зеленский готовит почву, и она фактически, я думаю, не к декабрю, но к февралю она будет готова к очередному Майдану. Полтора миллиарда долларов на третий Майдан. Именно такую сумму Кремль выделил на новую информационную атаку против Украины. Первый этап их операции уже начался, и о нем я вам подробно расскажу в сегодняшнем выпуске. Осторожный зомбоящик. С 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку под названием Майдан-3. Об этом сообщил сайт Online.ua со ссылкой на собственные источники в украинском секторе безопасности и обороны. Кремль стремится дестабилизировать политическую жизнь, спровоцировать конфликтные и панические настроения в Украине, а также повлиять на международную антипутинскую коалицию. И кремлевские пропагандисты уже активно работают на этом фронте. Война на Украине перестает быть выгодной для США и Европы, и ее надо закончить как можно скорее, пишет британский The Telegraph. Мол, спустя пять месяцев после начала контрнаступления Киеву удалось захватить лишь несколько квадратных километров, и стратегии, которые вытащат ВСУ из трясины неудач, нет. Провал на фронте, пишут сегодня британцы, провел к открытому расколу между военным и политическим руководством Украины, и пока дело не дошло до мятежа, конфликт предлагают временно заморозить, то есть на Западе. Почему-то уверены, что Россия согласится на заморозку войны. Остановка помощи от наших союзников – одна из ключевых тем российской информатаки. Они давят на общую усталость от войны и говорят о том, что Запад, мол, понял, что Россию им не победить. А значит, нужно договариваться. Ситуация на Украине – это поиск во многом дальнейшего развития ситуации и среди западных политиков. Ведь не и Ставридес, и Расмуссен, и до этого вот этот, кто пропагандист, иноагент, или кто Арестович, да, или будущий кандидат в президенты, схемы-то вбрасывают примерно одну и ту же, да. Но очевидно, что схема через какой-то период может для украинского общества выглядеть достаточно привлекательным. Почему? Потому что им же, когда произошел Евромайдан и государственные перевороты, говорили, вот НАТО, вот ЕС. Не НАТО – нет, ЕС – нет, сотни тысяч погибших, миллионы коллег раненых и так далее, и так далее. Вот это НАТО, вот ЕС. Сейчас надо какую-то ситуацию показать, что перспективы есть, но вот таким путем, да, надо где-то временно, возможно, отказаться, какой-то корейский вариант и так далее. Мы должны сходить не из интересов Запада Украины, точнее вот этого нацистского верхушка, а из интересов жителей Украины, жителей нашей страны. А интерес совершенно очевидный. Без демилитаризации и деноцификации Украины ничего не может произойти с точки зрения установления прочного мира, потому что, конечно, безблоковый статус, конечно, нельзя допустить никаким образом размещение там американских военных баз на территории Украины, потому что это колоссальная угроза нашей страны. Да, там, что 500, Сумская, Черниговская, Харьковская область, 500 километров, да, до Москвы фактически получается. Поэтому вот эти вот сценарии, но то, что они уже обсуждают даже такой сценарий, показывает, что контрнаступ зашел в тупик, и мир ищет новые пути. Нацифская стратегия, нацифская схема на территории Украины, какой бы ни была эта территория, этой самой Украины, нас, разумеется, не устраивает. Но тот факт, что они впервые так открыто и довольно публично заявили о том, что те территории, которые контролирует Российская Федерация, уже являются Российской Федерацией, это важное обстоятельство. Арестович раньше предлагал, но на уровне НАТО не было. Ну, во-первых, временно оккупированные украинские территории никто не признавал российскими. Во-вторых, экс-ген-сек НАТО Расмуссен, заявление которого так активно разбирают пропаганду, и правда выдал, что Украину можно принять в альянс без гарантий для оккупированных территорий. По его мнению, это показало БРФ, что она не в состоянии остановить вступление Украины в НАТО, и что на другие украинские территории Россия уже не замахнется. Но, как заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, это лишь провоцирует Кремль на продолжение войны. Россия не остановится на условной границе между НАТОвскими и ненатовскими территориями Украины. Здесь еще важно, что Расмуссен не только бывший генсек НАТО, но он еще и официальный украинский чиновник. Он советник на зарплате был у президента Порошенко, потом у президента Зеленского. То есть это, по сути, позиция в какой-то мере украинской власти. И мы, слава богу, перестали стесняться говорить о суверенитете и прочее, прочее, прочее. Да, Украина в НАТО – это угроза российскому государству, угроза жителям России, поэтому мы не можем допустить такого вот территориального образования, как Украина, в Североатлантическом альянсе. Я хочу немножко отмотать назад, вернуться к предложению, которое выдвинули там Расмуссен и прочие товарищи Запада, и напомнить, а каким образом, например, Крым, например, Севастополь, например, Донецк, Луганск и так далее оказались в составе Российской Федерации. У людей, которые живут на этой территории, спросили, а чего вы хотите, как вы хотите, как вы видите свое будущее. Можно долго рассуждать о законности и незаконности с точки зрения украинских законных конституций, этих референдумов, но они были. Когда Россия говорила об интересах жителей Украины, она опиралась четко на мнение людей, которое высказано было на референдуме. А эти, Расмуссены, эти там другие товарищи, они рассуждают о людях Украины, как рабах. Так, мы их пошлем сейчас сюда, сейчас туда, сейчас туда. Главное, что вот, если был бы правильный подход. А давайте спросим у жителей Днепропетровска. Только по-честному, не по-дум натовского автомата, этого взлужа, не по-дум репрессии СБУ, а по-честному. А вы с кем хотите быть? А я уверен, что жители Днепропетровска даже сейчас хотят быть с Россией. А спросите у жителей Киева, у Харькова, у жителей Кировограда, Одессы, Николаева, спросите. Но этого они делать не хотят. Я считаю, вот мое мнение как гражданина Украины, что Украина должна быть полностью в составе России. Конфликт нынешний на Украине заморозить по принципу конфликта на Корейском полуострове. Я лично считаю, что заморозка конфликта, которую нам предлагают, если это будет реальное предложение, все-таки таит для нас целый ряд, ну, таких, я бы сказал, негативных моментов, связанных с тем, что в принципе обсуждать размен на признание новых российских регионов, а в ответ дать согласие на вступление Украины в НАТО нам, на мой взгляд, невыгодно. Вот эта пауза, передышка, она будет использована, безусловно, для накачки Украины, для перестройки ее экономики, военных сил, а дальше новая война. Выгодно ли нам это или нет? Я полагаю, что как минимум нет. Вот если бы, скажем, тот же самый Расмуссен выдвинул бы от лица Запада предложение, что помимо тех регионов, которые уже являются частью России, Украина добровольно передает в состав Российской Федерации Одесскую, Николаевскую область, лишая себя выхода к морю. Ну, наверное, здесь на таких условиях мы могли бы о чем-то подумать и поговорить. Но понятно, что такие предложения сегодня нереальны. Договариваться с Москвой нельзя. Ни минские соглашения, ни собственные публичные обещания о ненападении не сдержали Путина от полномасштабного вторжения. Да и сами пропагандисты уверяют, что в планах у Кремля отнюдь не диалоги, а Одесса, Николаев и Киев. Главная проблема Европы, Европейского Союза в том, что Украина не сможет победить Россию. Опа! Вон оно что, Михалыч, оказывается. Стоило ли так долго мучиться, чтобы понять простые вещи? Ну, сразу два бывших, значит, генсеков НАТО сказали, Расмуссен и кто там еще, этот, Ставридиус, что сказали? Давайте мы, Украине надо сказать, давайте мы в НАТО, ну вот в том составе, который уже сейчас есть, хотя бы вот так давайте возьмем все остальное, пускай... Украина от этого предложения Расмуссену уже отказалась. Вот. Но вопрос в том, что мы вот такое впечатление, что думаем, что Украина что-то там вообще решает. Понимаете, вот у меня вызывает искреннее удивление, что вот реально обсуждают там конфликт Зеленского, там с Залужным, прям как будто они самостоятельные фигуры. Я вообще... Они вообще правда, что ли, сами принимают какие-то решения? Там будут выборы, не будут выборы. Но один другого может запросто кокнуть в рамках этой грязни, поэтому это важное обстоятельство. Но опять же, кокнуть, ну только не сам, с позволения своих высшестоящих начальников. Хотя ваш пост утверждает, что Залужный сам придумал взорвать газопровод. Не верится, но ваш пост утверждает. А так рупоры Кремля пытаются доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства. Мол, у нас все под НАТО. Но больше всего россияне сейчас раздувают конфликт между Зеленским и Залужным. Дальше что хотят нам сказать американцы? Они не расследуют, да, ни американцы, ни немцы. Не расследуют, на самом деле, ну, по крайней мере, нам не назвали, кто же на самом деле виновен в этой диверсии. Я думаю, не назовут. Знаете почему? Потому что Залужный потенциальный кандидат в президенты Украины. Это же очень хорошая история. Потому что сегодня можно промолчать, кто осуществил террористический акт на Северных потоках, да, публично зафиксировав факт причастности Залужного к этим терактам, да, а потом назначить этого человека президентом и делать с ним что хочешь. Потому что если он что-то сделает не так, он в один момент вот так щелчком превратится в международного террориста, которого можно всегда привлечь к ответственности. Нормальная история, отличная история. По поводу визита Ермака. С чем приехал туда Ермак? Он там рассказывает в публичной серии о том, что, дескать, это формула мира. Да кого интересует формула мира Зеленского? Она уже никому не интересна. Кого интересует контрнаступление? С ним уже все понятно. Они туда прилетели с одним единственным вопросом. Это вопрос власти в Украине. Все. Напряженность внутри Украины растет. А прилетели они в Соединенные Штаты Америки решать задачу минимум. Хотя бы получить у американцев бумагу от имени и по поручению снять господина Залужного. Можно это сделать или нет? Зеленский вот своими попытками принимать такие простые решения, пытаясь решить очень сложные вопросы, готовит почву. И она фактически, я думаю, не к декабрю, но к февралю она будет готова к очередному Майдану. К очередному Майдану. И как только будет очевидно, что нужна смена политической власти, есть несколько вариантов. Один вариант – это я устал, я ухожу. Это самый простой вариант. А второй вариант – в стране бардак, коррупция все на Майдан. Если нужно будет, американцы и этот сценарий готовы будут реализовать. А это уже интересно. Ведь по данным издания Online.UA, активная фаза российской спецоперации «Майдан-3» запланирована на период годовщины революции достоинства. По задумке авторов, это должно придать событиям эмоциональности, символизма. И некоторые политологи из Украины в эфире у Соловьева подтвердили это. Вся эта шумиха по внешнему периметру, по внутреннему периметру, вся эта чума, которая рассказывает портник. И это все, к чему я, зачем это все, что это такое, почему вдруг, ну две недели вот такой шухер, шухер, шухер. Всегда перед каким-то 14-м или 14-м годом, всегда в ноябре месяце в Украине вот этот вот запах какого-то Майдана, какого-то переворота. Вот всегда это что-то такое происходит. Вам больше доверять нельзя. Вы всегда переворачиваете туда. У вас каждый блин кому. В этот раз мы вам все перевернем сами. Так что все хорошо. Я могу надеяться на это. Что надеяться? Васильевич, скажем так. И сколько это выйдет? Вашу нынку будем лечить. Независимостью не справилась. Будем вашу нынку воспитать. Народ будем спасать. Ворогов будем убивать. Бандитам тюрьмы. Все понятно. Так что, Васильевич, вы слишком долго были как предоставлены сами себе. И выяснилось, что вы сами себе злейший враг. Так что будем вас спасать. Украинский народ от бездарной, нацистской, продажной, дилетантской украинской власти. Кроме того, в Киеве и в регионах планируется организация ряда мирных акций, которые будут иметь абсолютно немирные цели. В частности, спецслужбы РФ поднимают на новый уровень болезненные вопросы – обмена пленными и ротации военных. Поэтому будьте внимательны с подобными митингами. Их очень активно использует пропаганда Кремля. Отдельный пункт в российской ИПСО – так называемый языковой вопрос. Украинская вице-премьерка Стефанишина заявила, что русских на Украине нет. Если русских на Украине нет, значит, следуя ее логике, у русских нет никаких больше прав. Всех, кто говорит на русском языке, фарион еще одна назвала москвами-быками. Ну, то есть нельзя оставлять наших в беде. Наших придется спасать вместе со всей Украиной. Что же касается подрывов северных потоков, то это также информационная кампания Кремля, направленная на снижение доверия к нашей стране, наших союзников. А еще пропагандисты, ну, очень хотят поссорить военно-политическое руководство. Европа и США официально признали Украину террористическим государством. В Вашингтон-пост и немецкий Шпигель опубликовали, так, наверное, бывает, абсолютно одинаковые статьи-сенсации, в которых наконец-то назвали имя человека, что по версии Запада был руководителем взрывов на российских трубопроводах. Как и ожидалось, человеком оказался высокопоставленный украинский военный, причем бывший военный, согласитесь, удобно. По данным ВашПост, козлом отпущения назначили украинского полковника Романа Червинского. Якобы именно он играл ключевую роль в этой диверсии. Червинский координировал действия, отвечал за логистику и поддержку группы украинских диверсантов, тех самых знаменитых шестерых водолазов, которые на яхте Андромеда с оборудованием для глубоководного погружения добрались до двух веток северных потоков, опустились на дно, заложили взрывчатку, взорвали газопроводы и незамеченными вернулись на родину. Сам новый фигурант дела вот уже полгода находится под стражей за неудачную попытку вербовки российского летчика. Ну то есть они реально нашли терпения, который должен ответить за все. Сообщается, что приказы Червинский получал от высокопоставленных чиновников из окружения залужного. И все было спланировано втайне от Зеленского. То есть получается, что Зеленский не контролировал войска и не мог считаться верховным главнокомандующим уже как минимум год? А значит и президентом. Так что залужный де-факто руководитель страны. Ну и переговоры с Россией, если они состоятся, вести придется тоже ему. Во всяком случае, именно в этот довольно творческий бред нам предлагают поверить в Вашингтон пост. Или это еще один сигнал украинцам. Вы можете делать что захотите и вам за это ничего точно не будет. Официальные украинские представители неоднократно опровергали обвинения в причастности Украины к подрыву газопроводов. Сделал это и Роман Червинский. Возможно, операция проведена именно российскими спецслужбами. Ведь в условиях энергетической войны с Западом Кремль заинтересован в подобных диверсиях, чтобы не выполнять свои обязательства перед европейскими клиентами. Украинцы взорвали северные потоки. Разговор идет уже давно, сейчас вот называются конкретные фамилии. Но всем нам нужно очень четко понимать, что никаких так называемых украинских спецслужб, в национальном смысле слова, вообще не существует. Давным-давно, еще с 2014 года, все этажи бывшего СБУ, так называемого, заняты американцами. Они сидят там сотнями. Они сидят, их видели люди, жители Киева, как они каждую пятницу пьют пиво в украинских барах, ресторанах, как они там ходят, как они разговаривают по-английски и так далее. То есть это полностью, поскольку страна полностью оккупирована, что называется, американцами, и взята под свой протекторат, все управление украинскими спецслужбами осуществляют американцы. Это классическая операция по переведению стрелок, по поиску козла отпущения. Смотрите, Запад ни при чем. Вот это некий полковник, причем президент Зеленский даже не знал. Возникает закономерный вопрос, а президент Зеленский что, уже не верховный главнокомандующий на Украине, да? Если его, ну, подчиненные, в общем, спокойненько так могут совершать подобное дело, даже не ставя его в известность, якобы, да? Мы говорим про западные спецслужбы, а Зеленский уже совсем ничем не командует, только заложный, заложный якобы что-то знал, говорят эти самые западные спецслужбы. Ну, подождите, тогда вы пишете публично, что это украинские вооруженные силы во главе с главнокомандующим, пусть даже не верховным, провели террористический акт против объекта инфраструктуры стран НАТО. А почему не бомбите до сих пор Украину, да? Вы же, ну, пятая статья НАТО, вспомните, вы же кричали, это же нападение. Ну, или хотя бы санкция. Ну, так вот, пожалуйста, вот он, военный преступник, террорист, если верить вашим СМИ. Погу его. Ну, так все, надо, да, обязательно, то есть... А на чьи стороне они играют? Для чего эта статья? Ну, не-не, вот это, в первую очередь, операция, конечно, для того, чтобы западные спецслужбы, в первую очередь Соединенные Штаты, отвлечь, увести из-под удара, чтобы все отвлеклись от расследования Семера Херша, понятное дело, где, по-моему, четко с доказательствами человек, со ссылкой на источники в американском... Это в рамках предвыборной кампании. На кого это работает, на Зеленского или Залужного? Не-не, ну, тут понятно, тут, раз они говорят, Зеленский не знал святая простота, а Залужный вот знал, но не остановил, то, конечно, это против Залужного. То есть, такой контрудар в ответ на... Зеленский заказал статейчик. Ну, тут не знаю, кто уж заказал, скорее всего, это западные, действительно, спецслужбы заказали... Россия и правда всячески пытается спровоцировать внутренние противостояния в Украине. Поэтому будьте, пожалуйста, бдительны, не поддавайтесь вражеской пропаганде и доверяйте только официальным источникам информации. Это был Осторожно, Замбоящик. Смотрите нас и распространяйте это видео, чтобы больше людей уберегли себя от кремлевских фейков. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok